Приветствую вас. Ну что, если вы задались целью помочь своим родителям, то это безусловно то, что вы хотите помочь им решить свои проблемы. И вы знаете, в этой ситуации, когда вы спрашиваете, как вы описываете свою проблему и спрашиваете, что вам делать, как им можно было бы помочь. Вы знаете, в этой ситуации, в ситуации, когда вам требуется быть психологом, для своих родителей, вы, конечно, оказываете для себя в очень трудном и тяжелом положении. В положении, когда, по сути дела, ваши родители, они совершенно объективно, да, они оба живут в некотором роде, значит, в своем мире. И поскольку это неоспоримый факт, потому что и мама живет в своем мире, да, и, в общем-то, отец ваш тоже живет в своем мире, то единственным для вас вариантом решения проблемы будет последовательный их разбор. последовательный их разбор вообще поделился, да, то есть не как вы сделали вначале. Вы вначале поступили, как раз таки, знаете, не очень правильно, именно по той причине, что как бы вот очная ставка, грубо говоря, да, очная ставка, она имеет смысл только лишь по истечению какого-то времени. когда люди готовы, когда люди готовы осознавать свою проблему, а в вашей ситуации, ну, получается так, что родители, они проблему как-то кафую, наверное, даже не осознают. То есть почему, например, у вашей мамы началась, как вы говорите, депрессия? С чем у нее эта депрессия связана? То есть депрессия это заболевание. И, соответственно, при депрессии начается лечение, лечение в том числе медикаментозное, именно для того, чтобы помочь вашей маме и маме и маме преодолеть свои проблемы, да? Вот. Вы же пишите о том, что, значит, ну, что у них проблемы явные с физическим, ну, с психическим здоровьем, точнее, точнее, и в таком случае, ну, может быть, ей имеет смысл сперва все же обратиться, обратиться, вот, к врачу, например, к психиатру, для того, чтобы он постарался ей как-то помочь, вот, поначалу. А потом уже можно будет с ней разговаривать, потому что, понимаете, в чем дело? Депрессия, она не позволяет человеку адекватно воспринимать мир, адекватно его оценивать, и вследствие этого любые разговоры вот с таким человеком, то есть с человеком, у которого есть намек на депрессию, мы не знаем, если у нее она действительно или нет, но, тем не менее, значит, любой разговор с таким человеком, он совершенно бесполезен, потому что депрессия мешает человеку осознавать какие-то вещи и мешает работать с ними правильно. А вот, значит, это первый момент, значит, который касается, касается вашей мамы, да? Ну, с ней надо разговаривать с таким, то есть, вот она говорит, что ей некуда идти, она говорит, что было бы куда идти. Нужно помочь ей понять, что выход – это не всегда только лишь физическая сторона. Вопросы, выход – это, может быть, и другая сторона. Выходом может быть и перенаправление по сути дела своей энергии в правильное русло. Выходом по сути дела может быть что угодно. Тут главное, чтобы ваша мама именно видела для себя его выход, она смогла его увидеть. И нужно работать с ней отдельно. И в первую очередь работать нужно с желанием. Именно с желанием человека. То есть, чего я хочу. Вот, ваша мама ведет себя как, знаете, человек, у которого достаточно серьезное невротическое расстройство. И вот это вот серьезное невротическое расстройство, оно, на самом деле, может причинить ей довольно много хлопот, если с этим ничего не делать. То есть, она будет продолжать погружаться в депрессивное состояние, и по сути дела помочь ей у вас таким образом не получится. Потому что, ну, надеюсь, вы понимаете, что человеку можно помочь только в том случае, если он как-то вот сам старается что-то сделать. А если человек ничего не делает, то, соответственно, помочь ему мало реально, к сожалению. Вот, и здесь вот вам нужно очень хорошо оценивать свои возможности, если вы решили все-таки помогать. Вот, значит, это то, что касается вашей мамы. Сменой работы по ее желаниям, по тому, что ее беспокоит, это ни в коем случае не ваш отец, скажем, как она может думать, это скорее что-то другое. То есть, вот, ее установки какие-то негативные. Значит, далее, что касается вашего отца. Сообщем все гораздо сложнее, потому что мужчины по определению всегда тяжелее идут на контакт, тяжелее идут на обсуждение своих проблем. И именно по этой причине можно говорить, что папой нужно решить в контексте когнитивной психологии, когнитивного подхода. То есть, какой это подход? Это подход, когда вы, по сути дела, формируете у него, я имею ввиду отца, да, вы формируете у него некую цель. То есть, вы спрашиваете, ну вот, ты вот живешь, а, да, ты живешь там, скажем, определенной жизнью. Отец. Значит, соответственно, почему ты так живешь? Значит, что тебя представляет так жить? Почему ты не можешь или не хочешь жить по-другому? Например, задаете вы ему вопрос и, соответственно, вот через такой подход, отпуск опять, по сути дела, это те же желания вашего отца, только немножко по-другому. То есть, отец, он все-таки будет, ну, менее охотно идти на диалог. Вам это нужно помнить. И вот только лишь, когда ваши родители, они начнут говорить о своих желаниях, когда они начнут обсуждать свои желания, когда они будут как-то вот знать, чего они точно хотят для себя, вот тогда уже у вас появится шанс, ну, наладить какой-то вот контакт, какой-то, какой-то, какой-то диалог между ними, так, чтобы они говорили все-таки положение о себе, о себе, чтобы они не обвиняли, значит, кого-либо в своих проблемах, а чтобы они говорили все-таки о себе. Это очень важно. Важно это для того, чтобы люди все-таки вот понимали, чего же они хотят, да, чтобы они все-таки отдавали себе отсчет в том, что им нужно. И вот, в принципе, то, что вам можно сделать в этой ситуации. Согласен, немного, вы можете сделать в этой ситуации. Но надо сказать, что большего, большего вы вряд ли сможете. Большего вы вряд ли сможете. Почему? Ну, потому что, на самом деле, взрослые люди, они очень тяжело, они очень тяжело, их плохо, по сути дела, дел поддаются на какие-то вот внешние воздействия. То есть, я имею в виду, что вам тяжело будет их переубедить, потому что для них вы ребенок. И то, что вы для них ребенок, это, ну, к сожалению, к сожалению, никуда не денется. А человек, который им поможет, вот чисто в теории, который им поможет, человек не находится с ними в отношениях. А человек со стороны. Человек со стороны будет для них просто, ну, знаете, я бы сказал так. Человек со стороны, он будет для них глотком светлого воздуха. И, возможности выйти за пределы, значит, собственного сознания, за пределы собственных взглядов, каких-то, которые уже и сами надоели, и от которых хотелось бы избавиться. Но не получается именно из-за того, что, ну, вот, как привыкли, да, жить определенным образом, ну, вот, так, в принципе, и живут. И они бы и рады жить как-то по-другому, а вот только им не получается. Вы, конечно, молодец, вы большая молодец, что пытаетесь им помочь. Но, понимаете, не имея опыта в этом деле, двигаясь только своими желаниями, то есть двигаясь, двигаясь именно потребностью помочь своим родителям, да, двигаясь. Такой целью, такой у вас натив помочь своим родителям, потому что вам больно, вам тяжело на них смотреть. Вот двигаясь в таком ключе, вы рискуете оказаться в положении, в ситуации, точнее, сверхмотивации сами, когда из-за сверхмотивации, то есть из-за чрезмерной значимости цели, которую вы ставите перед собой, из-за этого, из-за чрезмерной значимости цели, у вас как-таки будет неудача. И вот этого нужно избегаться, если вы хотите реально им помочь, если вы хотите реально что-то для них сделать, то постарайтесь, постарайтесь вести себя так, значит, чтобы как можно меньше демонстрировать родителям свою мотивацию им помочь. Ибо она, эта мотивация, в данном случае вам будет только лишь вредить. Вот, наверное, то, что я хотел вам сказать. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что он поможет вам решить проблемы, которые у вас образовались. И я надеюсь, что благодаря вам родители найдут в себе силы изменить свою жизнь в лучшую сторону, да, и все-таки будут двигаться в направлении конструкции. А я очень хорошо понимаю, что вам тяжело. Я очень хорошо понимаю, что работы вам предстоит много. И в этой ситуации, вы знаете, вам не нужно делать, наверное, только одного. В этой ситуации не старайтесь родителей вместе, ну, то есть, вот, именно, ну, вдвоем. Не старайтесь, чтобы у них была очная ставка, потому что говорить о себе нужно учиться, если они не умеют этого делать, поэтому нужно учиться. И если они будут этому учиться, то пусть они учатся этому с тем, с той, точнее, с той, кому они доверяют. А то, что вы делаете, вот, пытаетесь как-то их, ну, их направить на путь истинный, ну, я имею ввиду, вот, я имею ввиду, вот, своими средствами, да, то, как вы это делаете, это, к сожалению, к сожалению, это ничем хорошим не закончится, потому что они друг другу не доверяют. И именно потому что они друг другу не доверяют, соответственно, прогресса никакого не будет. На этом все. Надеюсь еще раз, что помог вам. Если вопросы какие-то, обращайтесь ко мне в личку, помогу. Вы можете выбрать эксперта и выступать таким переводчиком психологического знания для своих родителей, если вы хотите это, конечно. Вот, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.